Привет, я Егор, и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. Герой уже аж 10-го выпуска нашего неконъюнктурного бложечка родился 4 октября 1420 года. Кстати, в этот день был основан город Тобор. Был выходцем из дворянской испанской семьи, впрочем, с еврейскими корнями. Всю жизнь был приверженцем крайнего аскетизма, был строгим вегетарианцем, а современниками почитался то за дьявола, то за святого. Подозреваю, что тут тоже есть связь с вегетарианством. А также обладал звучным именем Томас Тарквемада. Ижок. Кстати, дядюшка Томаса участвовал в Константском соборе. Ну, это то самое мероприятие, на котором сожгли Янагуса. В 14 лет был отправлен в Доминиканский монастырь, где первое время учился, постигал грамоту и Слово Божие. Ну, а попутно выполнял обязанности поваренка. Был прилежен настолько в этом деле, что в конце концов стал настоятелем этого монастыря. Доминиканский орден. Девиз ордена «восхвалять, благословлять, проповедовать». Основан святым Домиником. Что забавно, транскрипция получившегося названия «Доминиканес». Непостоянная рубрика перевод. Переводится с латыни как «псы господни». Но доминиканцы не только не застеснялись этого факта, но еще и поместили там собаку эту дурацкую на свой лого. Естественно, с горящим факелом в зубах. А фамилия Тарквемада, кстати, переводится как «горящая башня». Совпадение? Будучи настоятелем, Тарквемада развлекался как мог. Ну, например, как-то раз он продал всех мулов, обязав всех своих коллег ходить пешком. Но к 1459 году Тарквемада решает, наконец, заняться чем-нибудь дельным, например, политикой, и становится духовником и наставником инфанты Изабеллы. Будущей Изабеллы Кастильской. Соответственно, Томас заимел колоссальное влияние на будущую королеву. А чтобы окончательно укрепить свои позиции, помог этой самой Изабелле отжать Кастильский престол у брата. Это долгая и сложная отдельная история. Известно Изабелла тем, что подмяла под себя мужа Фердинанда Арагонского, с которым тайно же обвенчалась, объединила Испанию и сделала ее одним из могущественнейших королевств Европы. Не без помощи Томаса Тарквемады. И, кстати, знаменитые экспедиции Колумба тоже, угадайте, были кем проспонсированы. Вообще, ее правление было настолько эпичным, что это тема для отдельного выпуска. Но, чтобы пояснить, можно вспомнить одну из версий, по которой Ферд стал называться королевой именно в честь Изабеллы Кастильской. Впрочем, доверие перспективный аббат и духовник смог добиться не только у новоявленной испанской королевской читы. В 1483 году Папа Сигст IV назначает Тарквемаду главным инквизитором Кастилии и Арагона. Инквизиция начинал. Инквизиция большим грехи. Кстати, Инквизиция тогда была не очень значительной организацией, но Тарквемада это быстро исправил, проведя полнейшую ее реорганизацию. А в 1986 году, кстати, в этом же году был написан в Германии «Молот ведьм» – настольная книга инквизитора. К объединенному королевству Кастилии и Арагона присоединяется также Валенсия и Каталония. Тарквемада, естественно, становится великим инквизитором и этих областей, становясь великим инквизитором, да, всей Испании. Тут дело в том, что Испания тогда была не единым государством, помешанным на туристическом бизнесе, а что характерно, ну, нормальной такой раздробленной европейской территории, поделенной между христианскими королевствами и маврами, мусульманами. Но именно правление Изабеллы и помощь Тарквемады помогло закончить реконкисту объединения Испании. Но об этом попозже. И тут пришло время сказать об основных направлениях деятельности Томаса Тарквемады. Касательно евреев. Зачастую неверно считается, что все беды евреев в Испании начались с Тарквемады. Это не так. В общем-то, еврейские погромы были традиционным развлечением испанского народа. Причем как мусульманского, так и христианского. Ну, как правило, из-за того, что все были должны им денег. Ну, знаете, все это ростовщичество, спекуляции. В этом плане показателен Вальядолитский статут 1412 года, который ограничивал права евреев, который запрещал им работать врачами, менять место жительства, продавать продукты христианам, занимать государственные должности, нанимать христиан в услужение, зато обязывал носить на одежде желтый круг в знак отличия. Где-то я это уже видел. Кстати, родился Тарквемада в городе Вальядолиде спустя 8 лет после принятия этого статута. Чуть-чуть не успел. Зато в 1492 году Тарквемада издал гранатский дикт, который предписывал всем евреям Испании в трехмесячный срок либо покинуть пределы страны, либо креститься. Оставшиеся после этого срока и не крестившиеся, соответственно, объявлялись вне закона. У нас своя миссия – обратить евреев в настоящую веру. Ох, мы их проучим. Естественно, способов откупиться от этого было множество. А у сбежавших просто конфисковывалось имущество. А таких было большинство. Имущество осужденных шло в личный карман Тарквемады, в государственную казну, немного доносчикам, и, что самое главное, на финансирование войны с гранадой, последним оплотом мусульманства на Иберийском полуострове. Которая, кстати, закончится победой через энное количество лет. Забавно, что инквизиция себя де юре оправдала. При Тарквемаде был введен закон о чистоте крови. Наличие еврейской крови стало считаться грехом. Ну, потому что евреи, типа, продали Христа римлянам и таким образом запятнали свою кровь. Впрочем, про свою еврейскую бабушку Тарквемада забыл. Ну, она, конечно, приняла католичество давно. Весь этот идиотский закон был принят только потому, что евреи, будучи иудеями, как бы не попадали под юрисдикцию инквизиции, бывшей частью католической церкви. И напоследок о евреях. По современным исследованиям, более 20% современных испанцев имеют еврейские корни по мужской линии. Об аутодафе. Аутодафе. Акт веры. Актом веры называлось, соответственно, да, сожжение. Еретика. Так вот, количество людей сожженных, убитых, запытанных, обиженных, униженных, изгнанных, оскорбленных инквизицией в годы деятельности Тарквемады разными историками в разное время оценивается от 9 тысяч, из которых две лично Тарквемады, до 100. Тарквемада, не молите его о сострадании. Тарквемада, не просите его о прощении. Вот такой вот разброс. Почему? Потому что зачастую сжигали не людей, а чучело. Ну, потому что осужденные часто оказывались либо уже мертвы, либо пропавшими без вести. Потому что многие историки, которые пытались это подсчитать, путали действия испанской инквизиции и всей остальной инквизиции, которая еще была в Германии, Франции. Ну, и благодаря черной легенде Испании. Черная легенда Испании это пропаганда, которая велась на территории Голландии и Англии в 16 веке, с помощью которой протестанты пытались очернить лицо великой католической Испании. Кстати, забавно, что инквизиция, будучи частью католической церкви, даже позволила себе сжечь пару кардиналов. И тем не менее, это испанская инквизиция. Наше оружие неожиданность. И еще немножко о цифрах и мифах. Архивы инквизиции, которую распустили только где-то там в 90-х или 80-х, содержат почти 50 тысяч досье. И только 2% из них содержат обвинительный приговор и справку о том, что осужденного таки передали светским властям для совершения смертной казни. Остальные 98% были либо оправданы, либо отделались легким испугом в форме какого-нибудь штрафа. А поскольку, как я уже говорил, иногда им приходилось сжигать чучело, потому что осужденные куда-то девались, то реально испанская инквизиция за годы руководства Тарквимады сожгло вряд ли больше тысячи человек. Что, конечно, неприятно, но, честно говоря, не Холокост. А вот благодаря умению Тарквимады добывать деньги из воздуха... В смысле, из дыма... В общем, да, стало таки возможно окончание реконкиста и объединения Испании. Потому что война с Гранадой была им проспонсирована и была таки успешно закончена. А объединенная Испания вскоре после своего объединения стала одним из могущественнейших государств Европы. Под конец жизни Тарквимада, конечно, спаранойился, поругался с папой Борджио, Александром Шестым, который его реально достал тем, что под старость Тарквимады начал присылать к нему своих помощников, намекая на неспособность Тарквимады управлять инквизицией лично. Тарквимады на это серьезно обиделся. В общем, пил из рога единорога, защищавшего его от ядов, и водил с собой 250 человек охраны. И из-за всего этого, а также из-за преклонного возраста в 76 лет, спустя 4 года после окончания реконкиста, Тарквимада таки... снял себя с поста великого инквизитора. Тем более, что к этим годам он стал уже безумно непопулярен, и на него жаловались все, от папы до мелкого духовенства. Поэтому он переехал в основанный им же монастырь святого Тарквимады, другого Тарквимада, поскольку филантропией великий инквизитор тоже занимался, где и умер спустя 2 года в собственной постели. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует...